Слитки жирные, надо этого жира взять побольше, сердца будем жаренеть. Я обрезаю. Решили, что сегодняшний день охоты будет финальным, поэтому прямо с утра почистили все 12 гусей, которые были добыты за предыдущие два дня. Первое охлажденное, легче шкуруется. Так, друзья, пока папа спит, закончили чистку гусей, селезней взял, сердца гусей, грудки селезней, жир внутренний. И вот сейчас такое вот блюдо на внутреннем жиру. Хочу... О, палец порезал, крыша. Сейчас перемотаем. Хочу на внутреннем жиру пожарить прямо в котелке, так как сковородки нет. Эти сверца обжарю, обжарю. И потом уже с макарошками это все сделаю. Что-то так подлить туда. Эх, сейчас бы супчик у куриного даст по трошками. Вот вам и по трошке. Гадам снег-то какой мощный. Да, ну-ка, крокод, теперь сынок, мы глянем. О-хо-хо. Град, ребята. Заходи, давай, крупа. Хорошо печка вручает. До пупки. Буквально минуту назад ничего не было. Тут раздержит лябь небесная. Трупа идет. Люблю зиму в начале мая. Буквально за 5 минут. Вон, хоть снежки играй. Крупы навалило. Причем снег там такой, рыхлый весь. Крупа. Че, как мяско? Отлично. Отлично. Я никогда в жизни такой вкуснятина ел. Я сам первый раз такое делал. Поэтому ем на ровочках. Что-то у нас мясо-то закончилось. Может еще подложить? Нет, есть там. Не надо злоупотреблять. Совершенно никакой вони. Гусиным жиром каким-то пугали. Аромат дичи. Спасибо тебе. Финок. Погодка снова наладилась. Снега практически не осталось. Печка топится. Дымок идет. Сейчас собираемся. Сегодня решили поехать чуть пораньше. Потому что вчера и позавчера мы подъезжаем. А гуси уже летят. Мы расставляемся. А гуси прямо в нас садятся. Я вездеход отогнал. Гусь прямо рядом с папой. Две штуки села в 10 метрах. Вот. Соответственно, сегодня на часик пораньше выйдем. И посмотрим, что из этого получится. Сегодня на третий день у нас немножко экспериментальная охота. Папу оставил в вчерашнем скротке. Сам пошел туда, где, на мой взгляд, лучше гусь летает. Потому что как-то он нас все время облетал. Вот. Тут вокруг сосенок обмотался маскировочной сеткой без дополнительной какой-то маскировки. Ступчик сел. Вокруг вода. Видно. Вот. Тут рядышком, смотрю, следы с одной стороны, с другой стороны от воды. То есть они сюда должны, мне кажется, садиться. Или, по крайней мере, снижаться. Вот. Попробуем сегодня такой вид охоты. Поставлю на шлемную свою камеру. И попробуем что-нибудь поснимать. Надеюсь, что-то и полетает. Прием. Как слышно. Слышно нормально. Сегодня пораньше пришли специально. Потому что полтора часа сидим, вообще ничего. Одни кулички до чайки летает. Ни утки, ни гуси. Полна тишина. Но холодно. Снег шел. Птица не любит, когда морозит, лететь. Хотя, вроде, температура плюс. Но никто не летит. Скоро уже солнышко сядет. Может, тогда пойдут. Солнышко село. Но чувствую, что вместо гуси сейчас ко мне придет. Мощнейший снежный заряд. Тучка такая, прямо чернющая. Ладно. Что делать? Как говорится, охота, пущение воли. Гуси нет. Будем, значит, снег ловить. От острова стайка небольшая. Пришла первая стайка гусей. На манок совсем не отреагировала. Солнышко, оказывается, еще не село. Вот. И снежный заряд вон от стороной прошел. Это хорошо. То и так уже ожидание. Немножко замерзать стал. Ох, околел. Больше двух раз. Одно вместе делать не хрен. Гусь, птица очень умная. Все запоминает с первого раза. Если в первый день хорошо поохотились, как правило, на второй день заметно, вот прям заметно хуже. Вот, одиночкой сейчас пролетел. Ровно между нами вообще никакой реакции. И два косячка гусей. Один туда, другой обратно. Все. Дубак, ветер холодный. Ночью до минус пяти посмотрел. А на завтра ветер до семнадцати метров. Короче, я даже и оставаться не буду. Нечего тут все шесть дней делать. Дурака валять. Завтра снимемся. И денек отдохнем. А потом уже в другое место поедем. Вот так вот охота на гуся складывается. Не всегда так, как ты планируешь. Вроде бы раз, раз, раз. Ага, что-то себе построил. Какие-то планы. А хрен там. Ветер в полном отсутствии дичи. Вот сегодня снег шел. Вот такая вот она охота на гуся. Неоднозначная и разная. КОНЕЦ 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 метров на 20 наверно нашел белолоб такой сильно пронизывающий холодный ветер что вот несколько кругов сделал по топковому болоту и даже не нагрелся думаю что сейчас посижу еще совсем немножко и пойду это охота когда тебе охота и охота тут уже какая-то такая неохота получать не показал что это лучше немножко летали на сегодня налет был один стороне я уж так сгорячать и после тебя вот один раз пальну зевнул до 1 до 2 1 ночи я одиночку не в ту сторону просто посмотрел я не вернул не с ту сторону чайки любит передает уже сливается менять а зрение как у тебя а потом налет хороший оттуда был а суша сбил откуда они летели отчет так не видно оттуда да и не высоко были ну так нормально на выстреле вот они вот мы пол сюда прям это не видно было краску а с этой стороны чё налетала для тоже налетала до фига но но вот правее еще мне уже не видно так понятно я сам уже пошел не знаю вон летают опять леталитет белого бы не видно ничего да да он пельняшка белого ладно слушай завтра мороз переночуем домой поедем я переждем желание водок там потом на закрытие более-менее погодка нормально водных можно вот есть лишь летают гусь но сегодня на заметно хуже ну да я бы сказал словно совсем всем не так да вот такая друзья у нас получилась охота двух гусей взяли как я уже сказал на одном месте ну один раз хорошо если никто не мешает два второй раз это уже заметно хуже но вот на третий раз практически совсем никак хотя как обычно если поточнее стрелять их можно всегда улучшить результат так что вот такая вот у нас вышла охота всем спасибо за внимание и до новых встреч так как у меня ушел с манками а у меня ванков нету и самое главное подлетали гуменник гуменник не обыкновенный что дошло погонь хрен на рыло или факт на лицо